Друзья, всем привет! Сегодня мы покажем, как изменились актеры фильма «Сестры», вышедшего в далеком 2001 году, а также расскажем интересные факты про героев в фильме и в жизни. Российский криминально-драматический боевик режиссера Сергея Бодрова-младшего. В центре сюжета – история двух разных по возрасту и характеру единоутробных сестер, которые сближаются, пройдя через череду трудностей. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, мы начинаем. Свету Малахову, старшую сестру, сыграла актриса Оксана Акиншина. На тот момент ей было 14 лет, и этот был ее дебют в кино. Сейчас ей уже 34 года. В кино она попала благодаря Сергею Бодрову-младшему. Он искал главных героинь для своего фильма «Сестры». По радио дали объявление, и желающих оказалось столь много, что перед линфильмом выстроилась очередь. Роль отца Дины, младшей сестренки, досталась актеру Роману Агееву. На тот момент ему было 27 лет. Сегодня Роману уже 47. Впервые Роман Агеев дебютировал в кино, снявшись в многосерийном проекте «Бандитский Петербург». Позднее в фильмографии артиста появилась работа в сериале «Улицы разбитых фонарей». Но популярность к кинодеятелю пришла после съемочного процесса в фильме «Сестры». Татьяна Колганова сыграла мать обеих девочек. Ей было 29 лет. На данный момент актрисе 49 лет. Более трех лет работала диктором на радио «Свобода» в Праге, где вела передачу кино на чешском ТВ. Попутно вела на чешском телевидении программу о кино про лоджи. Свободно говорит по-чешски, по-английски. Актриса по сей день продолжает сниматься в кино. Роль милиционера, убитого бандитами, исполнил Дмитрий Орлов. Тогда ему было 30 лет, а сейчас актеру уже 50. Интересный факт, актер впервые снялся в кино в возрасте 10 лет в курсовой работе студентов ГИКа, антивоенной короткометражки «Стена». Помимо актерской деятельности, он является режиссером, сценаристом и продюсером. Кирилл Пирогов сыграл роль главного бандита преследующего девочек. На тот момент ему было 28 лет, а сейчас актеру 48. Настоящую популярность актеру принесла роль Ильи Сетевого в фильме «Брат 2 Балабанова». Зрительскую любовь Кирилл заслужил и исполнением главной роли в сериале «Дневник. Убийца Серебренникова». Александр Баширов, уже популярный на тот момент актер, исполнил роль Сейфулина, старика, который прятал девочек по просьбе милиционера. Ему было 46 лет, сейчас актеру 65 лет. Интересный факт, что он был женат на сокурснице, американке Венди Ньютон, дочери общественного деятеля, актрисы и документалистки Джоан Харви. В браке родился сын Кристофер. Андрей Краско сыграл роль дяди Миши, тогда актеру было 44 года. В 2006 году актер ушел из жизни в возрасте 48 лет. Роковой сердечный приступ случился во время съемок фильма Сергея Урсулика «Ликвидация под Одессой». За свою жизнь актер успел сняться в 121 фильме. Екатерина Горина исполнила роль младшей сестры Дины. На момент выхода фильма ей было всего 9 лет. Сейчас Екатерине 29. Поразительно, но с годами она стала очень похожа на актрису Татьяну Колганову, сыгравшую мать девочек. Теперь она курит, пьет, матерится, показывает обнаженное тело и открыто заявляет об этом на своей страничке в Инстаграме. Сергей Бодров исполнил эпизодическую роль парня из Джипа, который обещал взять старшую сестру к себе охранником, когда она вырастет. На тот момент актеру было 30 лет. 20 сентября 2002 года пропал без вести в Кармадонском ущелье в Северной Осетии, где съемочная группа оказалась на пути сошедшего ледника Колка. Фильм «Сестры» стал единственной режиссерской работой Бодрова-младшего. Роль цыганского мальчика, давшего работу девочкам, на вокзале исполнил Сергей Иванов. К сожалению, точный возраст актера неизвестен, но есть фото уже повзрослевшего молодого человека. Ассистент по актерам нашла его в детском доме на окраине Санкт-Петербурга и пригласила его на кастинг фильма. Бодров отобрал его среди 50 других претендентов и утвердил на роль. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Мы будем очень вам признательны. Напишите в комментариях название фильма, актеров которого вы бы хотели увидеть героями нашего следующего ролика. Хорошего дня, до встречи на нашем канале.